Так, ну чё, всем здорова! Сегодня будем делать очень вкусный плов. Вот наша компания уже собирается. Приехал, да, пить мадур, Адя! Сейчас за Владиком заедем, короче. И? А, вот это, да? Сейчас как я поеду, вот так вот. Получается. О! Там, для тебя, ролики приготовил, для позвоночника. Расстановительные. Так, смотришь. Я обычно, я извлек три, я их уже так делаю. Вчера смотрели видосы, как мы, у Сереги, у Пит, мадур, а это. Нам день рождения отдыхали. Короче, сегодня вот, нас приспичило просто, напросто. Опять думайте, хочу, чем. Так, ну чё, всё, привет. Сейчас ребята пошли за продуктами. Там мясо возьмут, говядину, будет плов из говядины. Вот, и шикарно, здесь тоже есть место, где один хороший, знакомый тоже, два. Вот, они уже много лет занимаются мясом. И всегда у них очень хорошее, свежее мясо деревенское. Вот, и сейчас в такой случае, с кем я еду, это хозяин этого машины, друган, Серега Ермолаев, ему пенсионер, вот, там сколько остаётся. Но, выглядит он не как пенсионер этот, действительно, я не знаю, что же из зелья он пьёт, но он Маклауд, семейство, которое не умирает, наверное. Все удивляются, здесь шанталеп, Серёга и не стареет, и ни хрена ничего. Вот, и что он делает, что он кушает, сегодня, конечно, он об этом расскажет нам. Вот, я думаю, поделится своим чудо-секретом. Ну, и, скорее всего, может, вам тоже будет это полезно. Вот, в процессе всего этого мероприятия я постараюсь, как бы сказать, чтобы контент был такой хороший. Ну, не знаю, опять же, как звук будут снимать. В общем, мы уже сейчас в районе находимся, я доехал, вот так вот, всё нормально. Сейчас ремень просто отстегнул, немножко, чтобы не зажимало. Вот, ну, давайте, увидимся, там у неё на месте. Поехали. Сейчас будем готовить, покажем, какое мясо купили, какие там, всё самое. Дальше начнём съёмки. Приехали к Серёге в гости. Вот, Мадур-Азиа, сейчас загонит свой автомобиль. Так, ну что, мы сейчас приехали уже, зашли, сейчас переоденемся. И начнём свою процедуру. Вот, Валентий Николаевич, там у нас уже закипело, всё у него забурлило. Взяли вот такое мясо, говядину, как раз там, с ребра, да? Сейчас посмотрим, как подготавливаем. Владимин зашёл, как раз, ты стоишь, как раз хорошим, над тобой прям, встань вот так вот. А я вышел. Вот так вот мы весело и живём. Так, как я рассказывал, Серёга расскажет о своих зельях, ну, благодаря которым ионный облик Маклаута до сих пор сохранился. Так, ну, вот шубашкар будут состоять, наверное, из мяса, из риса и других индигрентов. Вот сейчас не будем торопить время. Вот сейчас откуда-то, оттуда-нибудь подснимем. Ну, а для начала, наверное, весёлый анекдот. С нами сегодня очень юмористический парень, Вадим Афанасьев. Вот он расскажет смешно очень анекдот. Ну-ка, Вадя, давай-ка, как сказать, подойми-ка настроение. Поминать надо. О-о-о, началось, а ты что, не подготовился? Нет. Ну, это плохо, это плохо. Что же, артисты неподготовленные? Да. А давай, что-нибудь тогда, оставить или там... Серёг? Серёг! Ба, он столько свечек приготовил. Что, готовится куда-то? Готовится. Ну, надо, надо, правильно. Как патроны лежат. Ммм, не знаю. Морковка пришла. Лично прям. Сказал? Ты запил, что вчера баня? Вчера? Баня эту печку. Запил. А, Серёга приходил? Нет, я сам приехал. Я говорю, ты столько свечек, что, готовишься куда-то, что-то приготовил? На продажу. Копил. А-а-а. Пизус. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. У меня мать составляет. Сейчас привожу. Не, бывает, оптим. Забирает. Ну, хорошо. А я думал, ты куда-то приготовил. Нет, у меня вручает целую сумку. Вот сейчас столько привез. Ну-ну-ну-ну-ну. Там выходовые свечи. Ну, об этих вещах, короче, не будем говорить. Где деньги, нужно молчать. Вы не умеете держать язык в зубах. Казан еще с прошлого раза не успел остыть, блядь. Ну, а что, на самом деле, он не успел остыть горячего? Да-а-а. 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 Ну-о-о. Ты что, анекдот помнил сурвать какой-нибудь? А ты, Серег, анекдот какой-нибудь помнил? У нас, обычно, спеты. Мы просто парим. Везде. На природу возьмем, берем. А сколько литров? 8. 8 литров. Ну, и отлично. Самый то. Такая килограмма. Вопрос тем, кто смотрит ролик. Как вы думаете, вот этот полный казан, сколько людей можно накормить? Полный казан, то есть клоу. Ты как считаешь, сколько уйдешь? 1 человек 10-20. Накормить можно, да? То есть, получается, 20-30 порций, да, ты говоришь, да? 6 человек мы едем. Ты 16 порций, да? Ну, 6 человек. Ну, полный прям, ну, как обычно, да? 6 человек в компании. И по часу. Ну, не совсем, оставался сейчас. А, ну, значит, 16 порций. И плюс, наверное, там сколько вымерно оставалось? Ну, порций 2 оставалось, а 3? Да, порций 3. Ну, короче, грубо говоря, около 20 порций, да? Полный, по зарядке. Ну, он вкусный. Ну, понятное дело, да. Ну, кажется, много вкусного. Ага, херой там. Валентин Николаевич, не воните контента интересного, какого-нибудь смешного. Нет, херой. Ну, правильно. Вот так-то навсегда, бля. Скажи, когда просил, тогда надо было, да? Да. Да, я 10. Да, я 10. Твоя тема небольшая. Мило. Питком, распарим, делаем. А где будем это готовить? На улице, он сказал. На улице? Да. Все как положено? Конечно, по-моему. Да, чувашки, шубашкар, он только на улице и готовится. А как по-чувашки, скажи-ка, вот это-то. Чувашки плов, шубашкар, на улице и готовится. Кунбек, плов, на улице, как по-чувашки? Не знаю. Не болтай. Не знаю. Ну, собрались чуваши, я никто не знаю. По-чувашки плов не знаю, как? Ну, плов он, так и плов. Да-да. Шубашкар... Сейчас скажу. Сейчас плов будем... Педерепер сотрать, плов шубашкар, я не бед. Ну, что, ну, как это? Плов название шубашкар. Шубашкар, да-да. Вот. Ну, в общем, кто чуваши, кто не чуваши. Поймете потом. Процесс, как говорится, колесо закрутилось. Да. Процесс пошел. Вадим, лайк. Ну, анекдот вспомнил, что ли? Да, не, я анекдот не считаю. Понятно. Вот, Серега и Малин. Не проси, сейчас заплачет. Опять плакать начнет. А ты, когда смеешься так громко, это означает, что тебе действительно так весело? Или ты хочешь просто выделиться? Я и делаю, делаю. Вот это правильно. По импульсиндалам. По импульсиндалам? Да. По килограмм, ввезу, по килограмм, все по килограмм. Комментарии излишни. И лук тоже килограмм, как ты сам. Не знаю, но я просто так делаю. Все по килограмму. Если килограмм у меня уходит, все по килограмм у меня уходит. Сейчас мы пропарим. Казан. Так, и. Так, с нужными вещами. Пойду посмотрю, лист внизу. Я Дункан Маклаут. Родился 400 лет назад в горах Шотландии. Я один из бессмертных. С веками мы ждали времени с гора, когда под ударами мечей падут головы и зальется животлонная сила. Приготовление плова по фирменным секретам молодости нашего коллеги и друга. Вот. И молодость, скорее всего, сказать, укрепится. Да, наша укрепится. Все молодыми, все счастливы. Так что вот так вот смотрим внимательно. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, кнопочку там, я не знаю, там, что для этого нужно. Чтобы быстренько этот ролик разлетелся по всем нужным местам. Поделиться с друзьями. Во-во-во-во-во-во. Вот специалист, да, правильно. Правильно подсказывает. Тороцвольчик. Что-то не забывать. Так, ну, здесь, наверное, килограмм, сколько мяса, да? Да? Так, а плохо-то будем готовить на улице. Сейчас просто инвентарь подготовим, чтобы все было, как бы сказать, окей. Потом переходим на улицу. Здесь покажу Серегину территорию. Классный, где мы там отдыхали, а был день рождения. Ну, все, это еще впереди. Ладно, пока снимать вроде такого интересного нечего. Только один я разговариваю. Больше никто не хочет. Самый интересный вопрос сейчас возникнет. Серега начал тащить по щелей. Есть такой. Есть такой. Рис. Так, а подскажите, кто, конечно, так, есть длина зерна шлифована. Есть. Крупа шлифована круглозерный. И рез пропаренный. Вот круглозерный, вот. Да? А нахуй ты приехал? Ну, да, делаю я. Я тебя спрашиваю. Вопрос много. А че такое? Че рус? Ну, что ж, что ж, что ж. Хотя, нахуй. Ну, с такой, с такой. А здесь нет времена. Я там. Короче, какой выбирайся? Ладно, пока. Пошел выбирайся. Какой? Я нахуй. Пошел выбирайся. Пошел выбирайся. Водима, ты готовить плоско умеешь? Нет? Нам, ты не гони. Что ты можешь готовить? Если захочешь, то сможешь. Да? Да. Ну, а когда ты жил отдельно на работе, когда в Самаре вот работал, че ты обычно готовишь? Любые. Ну, я не знаю, че ты готовишь? Гречку и... Мясо хочешь? Нет. Так? Говорю. Баланду? Да. Поэтому такого, как... Да. Локшу. Но сухую. С хлебом. С луком. С мяком. Охренеть без мяса. Мяса не было. А почему? Мяса не брал. Почему не брал? Ну, сало было. Как бы и не было. Сало. А почему? Это салом чем-нибудь поджарку не дел, потому что так же вкуснее. Не дел? Ээээ, ты ленивая, как раз. С голода, вот война начнется, ты с голоду сдохнешь. Почему сдохну? в педагогическом пушке петли все начнешь питаться и украине но он не имеет доступность какой информационный формат для него жрать но это не было нам не было в каком это он это он нам предназначен но я понимаю но ты же цифры не жрешь мы не жира что на кухне бежишь нам все там приготовила но нам пока нет готовы но потом почему потом поздно будет яичницу могу жарить кто будет а курица держать или купишь ну что не купить время еще не подошло тоже верно одному же так ладно хватит испытывать и распрашиваем Вадима сейчас в центре событий чуваш шабашкар пуф он рассыпчатый вообще вот обычно его берут для плова где плов готовят вот именно пропаренный меня научил Владимир Кузьмича кто узбек вообще понимаешь понятие плов и любой пищи готовит как кто хочет меня покажу как как раз юбилей был Кузьмича давно это было на кухне стоит несколько людей ходят в ресторан чтобы не готовить ну а ты куда ходишь на кухню вот оно фирменные зельги вот он эликсир молодости оказывается зачем его помоем сейчас ну я понял как положено как положено надо сода была добавлена пищевая для того чтобы внутри на титановом покрытии образовалась пленка антипригарная чтобы плов там не пригорел вот так вот родился 400 лет назад в горах шотландии я один из бессмертных с веками мы ждали времени сбора когда под ударами мечей падут головы и зальется животворная сила ну нахер отец господа поселка сольятти вот это у дома это да давай по 100 грамм на рамках мажем воду стоит 120 метр кубины качает давай угощай тогда вот тут вас метр сколько человек должен сутки ты говоришь выпивать воды то мало литра 20 половиной литра но хотя бы два литра ну будьте здравы это как анекдот сейчас расскажу короче солдат идет после службы ну раньше в старину же сколько 25 лет служили да вот давайте я выпью не могу стакан долго задерживать греться хватло короче прошло какое-то время пить захотелось заходит в дом к бабушке вот старенькая бабушка открывать здравствуй мать вот дайте пожалуйста воды попить бабушка сейчас сейчас внучок вот такой выносит кружку кружку вот такую полную с воды вот на сынок пей ну и подает ручкой ему солдат такой присмотрелся кружка вся грязный короче там ну вся обляпанная и такой позы вот так короче берет и пьет бабушка на него смотрит такая удивляет как это называется ну ты сынок прям как я пьешь кто понял да смейтесь кто не понял тут не смейтесь зачем будут стоять на вот для пить я вот достает как вода называется уваженка скважина качает 120 метров глубины а понял все 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 это попробуем ну нормально тут друзья приехали дегустацию воды снимаем я то знаю готовим мне это давно ясно но тогда занимайтесь своим делом а для всякого там утиля у нас пионеры есть ну что тебе ясно так ребят я там не вышел сегодня вот сколько градусов на улице вот они пошли вот такой они весь мест хорош вообще классный четенькая чему жучок принципе такое хозяйство так что девчонки пишите серёги мол туда-сюда хочу замутить 4 ухожены в общем все у него как надо потом еще выйдем когда на улице посмотрим вот он все прибамбасы цвета музыки у него кстати есть молодец печка было время здесь шикарно мы отдыхали ну принципе и время она и сейчас вот хорошо иметь хороших друзей не только в городе но и везде есть это наверно хороший человек добрый поэтому наверное тебе и люди подтягиваются поэтому давайте давайте подтягивайте побольше смотрите этот видос будем показывать комментируйте что нужно что рассказать вот дровишки пошли так есть у нас вот такие вот спец точнее не у нас а как я по отчеству михалыч сергей михалыч это откуда привезли говоришь таиланда таиланда розмарин сестренка привезла потом хариса 4 пиглис какой-то да надо хала там она вот недельки ферме фаприка кмин шафран вот забор вот еще на боли вот они вот они вот деньги пошло на риски надо вот для полова так как и пусть приправы спускать то да вот ира 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 барбарит барбарит все есть там так кукурмал так ночью идем обход территории сереги проходить вот тут у нее замечательный колодец родниковой воды вкусный тут бассейн тут беседка для пьянства и других всяких развлекалок он как мужик понятно дело все запах пошел вкусным горелым мясом наши продукты тут вкусные все и что можно кушать вот морковь чтобы сладкий сок давал люк чтобы вкусный сок давать приправы всякие вот вадим чтобы пусть на кушать повар от бога как пошла жара в общем разговариваю сегодня только я потому что я стакан родниковой воды в бахну остальные все молчуны погода наверно всех влияет погода прекрасно ты долго ждал ну давай восхваляй его как его ждал рассказывай про него как ты его ждал каждый день погоду смотрел молился молился поэтому лоб вон красный вот так вот да 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 в общем процесс идет мясо говядинка все готовится все так положено мясо наверно сейчас до румяного состояния цвета назвать заблудением возьмем купили вон где бы это было что понем для конечно еще одного артиста с нами нет серёги серёгин друг все таки отведают он наверное сегодня наше блюдо может даже и посмотрит когда-нибудь через лет десять от фильм хочу ваши готовить чебоксар или шувашкар он и ну в общем как-то пока идет я развлекал в кого так вот а на морозе сегодня градус на 12 я уже показывал по м градусу вот идем дальше так ничего вот мы сейчас находимся возле нашего плова под воде покажет он закрой закрой я видел немножко надо приоткрывать закрой а то валентин николаевич кончит нас в общем кипит все настраивается как все приготовиться я думаю уже будет наверное надеюсь вкусно как ты думаешь вадик довольно горячий рыбный бывает валентин николаев на этом принципе остановимся пока на улице сегодня так немножко конечно прохладно анекдот вадик не хочет рассказывать вот такой вот наверно скучный ролик получится наверно все люди как книги и мы их читаем кого-то за месяц кого-то за два кого-то спустя лишь года понимаем кого-то про честь недавно никогда кого-то прочим поставим на полку пыль памяти изредка будем сдувать и в сердце храним ну что с эту бутылку ведь не интересно второй раз читать так ну что дело сейчас дошло до самого важного мясо все наварно кипел смотрите чтобы все понимали какая температура на улице рис даже замерз вот берем вот так качественно раскладываем как хороший жирный раствор эйх лаях лаях дрова сейчас не смешно да не смешно да не смешно да не смешно вот так вот она закипит и улет и специально обучены люди они должны заниматься блюд он только самолечением блюд да да серега самый важный индигрент в плове это вот все говорят должен быть барбарис именно барбарис он расщепляет по моему жир вот и благодаря вот барбарису жир усваивается в организме очень хорошо ну конечно можно сказать каждый готовит плов по-своему кто-то с круглого этого зерна кто-то с пропаренного риса кто-то с длиннозерна в общем здесь никаких секретов нет самое главное это мероприятие благодаря которому люди собираются чтобы кто-то бухнуть кого-то чпокнуть там либо еще что-то а мы вот здесь вот собрались просто вспомнить как говорится встретиться Серега конечно не захотел свои блатные песни попеть под гитару вот ну ну ладно пускай стесняется дальше как говорится вот так вот и пропадают таланты 80-летние привет привет пока пока в твоей руке моя нога другой руке тугая грудь ты эту позу не забудь сми вот как жирок вот этого как он правильно называется говядины поднялся наверх и немножко подостыл да из-за того что вот рис немножко этот весь бульон подостыл но это очень даже хорошо ну всё сейчас дойдем домой пока поставим наверное чайник бамбанём Ну и дальше. Воду, наверное, можно уносить, да? Воду можно уносить. Так, а что вообще можно уносить в кастрюлю, да? Закидывали там. Соль оставить? Дома засолим. Ансамбля. Народ. А кто такие? Что же? Чики. Так, ну вот. Наконец-то. Наконец-то к виктору уже внесли со... Батюшки. 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 Ту-ту-тла. Это ту-тла. Шашва? Да. Шашва. Это ту-ту-и-нать. Но это запах. Даже слово ту-и-нать намного симпатичнее, чем шашва. Для чего? Руки греть? Да. А, ну понял, понял. Да-да-да. Минус пять. Сейчас будем кушать. Кто не работает, тот ест, да? Ах, тур-дур-дур. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Шубашкар. Каша, как по-чуваски? Каша, по-чуваски как? Что ты знаешь? Ну, что, наверное. Вот так вот, наверное, закончим свой ролик. Вот так, как сказать уже больше нечего. Вот нужно теперь кушать только. Семиле, тупло, фоли, не, шубашка вкуснее. Во-во-во. Переводить не буду, кто хорошо разбирается в этом, сами поймут. Оценки уже, думаю, не буду выпрашивать. Смотрите сами. Серега нам не спел свою любимую песню. Как сказать? Песню, под которую подымал целый табор-баб. Ага. Вот тут вот во дворе выстраивались. По очереди. Ну, что, давай теперь все будем дегустировать, Вадя. Давай. Давай, вот это вот, бери, вот, наоборот, поставь. Вот так вот, да. Вот твои впечатления. Сергей Михайлович, правильно? Вадим, давай, попробуй, ага. Полдня, конечно, голодный будешь этой. Вкусная? Вкусная, да? Вкусная. Ну, а я, наверное, минут 20 придется подождать мне. Пока сниму, да? На всякий случай. Чтоб хоть кто-то остался. Скорую вызвать. Ну, все, всем приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok